Быть такой, как все, и иметь много друзей. Вот два заветных желания 13-летней Иры Поповой из Бийска. Но с быцием мешает серьезное наследственное заболевание, из-за которого у девочки развился сильный сколиоз. Ире провели уже несколько операций, но нужна еще одна. Помочь семье собрать средства на нее могут и наши телезрители. Еще в детском саду Ира Попова решила, станет врачом-стоматологом. И что делать для исполнения этой мечты девочка точно знает. Хорошо учить математику, хорошо русский и много всего. Было стремиться к учебе, чтобы стать зубной хорошей. Но занятия в школе Ира часто пропускает по состоянию здоровья. У девочки наследственное заболевание нейрофиброматоз, изменение на коже, в нервной системе и костных тканях. Как следствие сильное искривление позвоночника. Чтобы его исправить в центре детской ортопедии НИИТОВ в Новосибирске, Ире установили специальную металлическую конструкцию, которая поддерживает позвонки. В ноябре нас прооперировали. Мы хотели ехать просто в июне на проверку. Но в марте случилась беда, у нас соскочила конструкция. Если операцию не сделать, просто пластина порвется. Операция, которая необходима Ире, станет для нее уже девятой. Конструкцию необходимо регулировать по мере роста ребенка. А теперь ситуация практически экстренная. При таком заболевании костная ткань становится хрупкой, что повышает риск нестабильности металлоконструкции в послеоперационном периоде. К сожалению, это произошло у Иры. Один из элементов сместился. Нужно провести замену сегментов конструкции со сменной точки опоры. Как и все предыдущие операции, это не бесплатная. Стоимость вмешательства почти 850 тысяч рублей. Каждый раз деньги на медпомощь для Иры собирают в РУСФОНДЕ. Поддержать девочку можете и вы, зрители программы «Вести Алтай». Нужно просто отправить смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения всего 75 рублей. Другие способы помочь на сайте РУСФОНДЕ. Елена Лопатина, Юлиана Бакулина, Михаил Попов, Вести Алтай.